The Emperor has been expecting you. По своему дизайну данный истребитель имел много схожих деталей со знаменитыми космическими кораблями воин-клонов, известными как истребитель клонов Z-95, истребитель агрессивной разведки ARV-170, ARC-170, а также Z-95, охотник за головами, тот самый, который в старом каноне использовала Мара Джейд, жена Люка Скайуокера, но который появлялся в новом каноне лишь в своем мультяшном варианте. Возможно, когда-нибудь я даже посвящу отдельное видео разбору данного истребителя с позиции старого канона. Но давайте не отвлекаться от основной темы – обзора Крестокрыла. То, каким образом повстанцы добыли себе данные истребители, пока что не ясно, но вполне может быть, что данная тема будет раскрыта в 4-м сезоне сериала Звёздные войны Повстанцы. На момент нулевого года битвы за Явен, буквально за пару часов до начала 4-го эпизода новой надежды Крестокрыла были использованы во время битвы за Скариф, а уже через несколько дней именно Крестокрыл, пилотом которого был Люк Скайуокер, смог пролететь через оборонительные рубежи первой Звезды Смерти и уничтожить её выстрелом протонной торпеды. По сути, для уничтожения огромной боевой станции Альянсу потребовалось всего каких-то 30 истребителей, из которых 22 принадлежали к классу Крестокрылов. И именно в сражении над Явином преимущество данных космических кораблей было раскрыто в полной мере. И даже несмотря на то, что имперские пилоты могли похвастаться куда большей маневренностью и скоростью своих ласточек, повстанческие же истребители противопоставляли имперцам защищенность энергетическими щитами, а также наличие гипердрайва, который помогал меньше чем за секунду покинуть поле боя или наоборот вступить в него прямо из другого конца галактики без необходимости использовать массивные авианосцы. Тот факт, что Крестокрыла могли нести на своем борту протоны и торпеды, давал их пилотам возможность противостоять даже таким гигантам, как имперские звездные разрушители, которые в случае отключения их щитов выстрелами ионной пушки или ионными бомбами могли быть выведены из строя парой эскадронов икс-вингов, если те смогут подстрелить самые важные системы вражеского корабля. Имперские тактические командиры и инженеры, впрочем, тоже не сидели сложа руки в тот момент, когда повстанцы изобретали новые способы уничтожения имперских кораблей. Ближе к шестому эпизоду имперцы наконец-то додумались защитить свою вторую звезду смерти энергетическими щитами, которые, однако, оказались выключенными в самый неподходящий момент действиями группы под руководством Хана Соло. После отключения её щита энергетические системы звезды смерти оказались беззащитными против выстрелов лазерных пушек и выпуском протонных торпед крестокрылов, вследствие чего очередное творение имперского гения было уничтожено. В дальнейшем модель Т-65 стала устаревать, и на замену ей пришли более продвинутые модели Т-70 и Т-85, первый из которых сохранил большинство элементов своего выдающегося дизайна, а также своё прозвище Крестокрылов. А какой дизайн Крестокрыла тебе нравится больше всего? Крестокрылы Повстанческого Альянса Т-65 или Крестокрылы Сопротивления Т-70 и Т-85? Вырази своё мнение в комментариях. Но если ты на моём канале в первый раз, то подпишись, а также знай, что у меня есть группа ВК, в которой собрались самые продвинутые фанаты Звёздных Войн, с которыми всегда можно обсудить самые актуальные новости, поэтому не забудь перейти по ссылке в описании и тоже подписаться, чтобы всегда иметь доступ к самой актуальной информации о моём канале. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео, и я всегда буду рад видеть тебя в моей группе ВК и на своих стримах. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда! Субтитры создавал DimaTorzok